Зона с затоплением, Елтышевый минус. Вот лишь некоторые произведения Романа Валерьевича Сенчина, широко известные российским читателям. Прозаик, редактор, критик, лауреат множества престижных премий, Роман Валерьевич посетил Волгоград и принял участие в целом ряде бесед. Среди основных тем встреч – литературное творчество и художественное мастерство писателя. Каждую вещь начинаешь писать тяжело, потому что сюжеты, как правило, не очень радостные. Когда пишешь, когда это получается, то дает и силы, и даже интерес к жизни. Отчасти это и уход, потому что, когда я пишу, я меньше замечаю ту жизнь, которая окружает меня в данную минуту. Затронули на встрече, пожалуй, главный вопрос, волнующий каждого образованного человека. Место художественной литературы в современной жизни. Нулевые еще были большие споры, еще литературу как-то, или жизнь примиряли к литературе, или литературу к жизни. Сейчас литература все больше и больше ушла куда-то на обочину нашей общественной жизни, повседневной жизни. В общем, ну это, конечно, нехорошо. Ну и почти нет таких произведений, которые бы взбаламутили людей и заставили их как-то читать, отзываться, ругаться между собой. А русская литература, в общем, это и подразумевает. Не оставили без внимания и другой значительный аспект, важный для людей, читающих и пишущих. Осмысление в литературе актуальных событий, истории, которые творятся в буквальном смысле на глазах. Для литературы важна не просто такая жизнь, довольно благополучная, более-менее свободная, но должна судьба, события, испытания. Поэтому, может быть, из-за вот этих трагических событий, которые чередой идут, наша русская литература как-то обновится в хорошем смысле. Ну то есть наберется сил, образов, тем. Работы Романа Сенчина активно публикуются в толстых литературных журналах, в том числе в знаменитом Волгоградском издании «Отчий край». В этом году произведение Романа Сенчина стало победителем в доминации «Проза» литературной премии имени Виталия Борисовича Смирнова, учрежденной журналом «Отчий край». Спасибо. Спасибо. Что сказать? Спасибо, что так высоко оценили мой рассказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Журналу желаю побольше сильных, крепких авторов. Спасибо вам. Также в ходе своего визита в Волгоград Роман Валерьевич по инициативе областной научной библиотеки имени Горького принял участие в создании «Аллеи писателей» в историческом центре города, улице Мира. Мы надеемся, что эта акция посвящена будет привлечению пользователей, жителей нашего города, как в нашу библиотеку, так и популяризации российских писателей современных. Ну и кроме того, мы сегодня посадили туи вечно зеленые, можжевельник, крымские сосны. Это дерево всегда было символом мира, символом познания. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал Волгоград-1.